Вот такой вот Honda N-Box, цена 2 миллиона 570 тысяч рублей. Кстати, машина в хорошей комплектации, это цена 1 миллион 85 тысяч. Грубо говоря, лямчик и вы хозяин, особенно Honda, часто встречается. Отличный вариант, это Mazda Bongo. Всем привет, друзья, с вами я Михаил Самолетов, мы находимся на авторынке Владивостока Зеленый Угол. Сегодня мы с вами рассмотрим топ-5 самых популярных микроавтобусов на авторынке, какие на них цены, какие есть модели, комплектации и цвета. Ну что, поехали. Начну с, наверное, самого дорогого автомобиля, который можно купить. Это поистине царь дорог. Такая машина, которая понравится, мне кажется, любому человеку. Смотрится она безумно красиво, круто. Посмотрите, какой сумасшедший дизайн. Это Alphard, естественно, он гибридный. Данный автомобиль оснащен всем необходимым, там и сонары. Они же парактроники. Посмотрите, какая у него мощная решетка радиатора. И цена у него тоже мощная. Это 4WD, 2,5 объем двигателя. И цена 2 миллиона 570 тысяч рублей. Диски у него крутейшие. Все есть. Зимняя резина. Такие поворотники. Машина просто супер, друзья мои. Здесь есть такая же, только... Посмотрите, видите? И под номером 2 сразу же идет его прямой конкурент. Это Vailfire. Тоже известная Toyota, которая... Ну, по сути, то же самое. Какие-то бывают, они бывают пожирнее, комплектации победнее. Но Vailfire я видел супер мощный. Я, к сожалению, вживую не смог его посмотреть. Но на фотографиях мне знакомый скидывал. У него есть комплектации, где задние сидения... Короче, получается, задних сидений третьего ряда в багажнике нет. А сидения задние, они туда смещены, ближе к задней двери багажника. Там телевизор, плазма. Они отделили от водителя такой шторкой. Прямо как типа лимузин, знаете, в этих фильмах. Когда нажимает водитель и экран опускается, там сидит его шеф. Так вот, данный автомобиль тоже очень популярен. Несмотря на свою цену, конечно, многие могут сказать. Лучше купить там Toyota Harrier за миллион семьсот. И еще останется миллион рублей на сдачу. Или там двухсотку какого-нибудь там, еще что-то. Но на самом деле люди покупают эти автомобили. И в городе Владивостоке, по крайней мере, я их видел очень много. Я видел и леворуки, и праворуки, и ноли воруки. И в чем вообще минус, допустим, Альфарда и Вэлфара. Что, конечно, в салоне такой автомобиль стоит непомерно дорого. Если вы, допустим, захотите Альфард купить в России, то я вот в салоне смотрел в Toyota, цена начинается от 4 миллиона 300 тысяч рублей и выше. По мне, так это очень высокая цена. Из Японии вы можете заказать хороший автомобиль, либо купить на авторынке всего за 2 миллиона 670 тысяч. Опять всего, это не уменьшение, как бы. Вот это стоит 2 миллиона 520 тысяч. Суто не приуменьшение. Конечно, эта сумма большая. Но если брать салона в России, считайте почти в два раза дешевле. Следующие автомобили, которые часто покупают и которые тоже пользуются спросом и на авторынке, это подтверждение тому, что их тут много, это Nissan Sirena. Данный автомобиль еще испокон века. Все любители Nissan знают, как надежный, верный автомобиль. Запчасти на него недорогие. Машина, в принципе, неприхотлива, если за ней все время внимательно ухаживать, регулярно менять масло, жидкости всякие и так дальше. Сейчас данный автомобиль 2014 года. У нас тут снег, я немножко поскользнулся. 2014 года у него объем 2 литра. И стоит он всего лишь, друзья мои, всего лишь, но это по сравнению с Вейлфайром и с Альфардом, всего лишь 975 тысяч рублей. То есть, грубо говоря, лямчик. И вы хозяин нового, ну как, почти нового, без прибега по России, Nissan Sirena. То есть, они бывают в таких цветах. Можно выбрать, какой вам больше нравится цвет. Есть серебряный, есть белый. И поэтому на вкус и цвет можно выбрать что угодно. Кстати, вот этот белый стоит 990 тысяч, чуть-чуть дороже. Но, вот посмотрите, конечно, разница налицо. Поэтому, друзья мои, кто хочет, смотрите внимательно. Следующий стоит, это Toyota Esquire. Естественно, машина тоже популярная. У нее уже очень крутой перед. Решетка радиатора, конечно, царская. Очень богато смотрится, чем-то напоминает мне на крауне. Также, также такой тяжелый люкс. Стоит этот автомобиль 1 миллион 430 тысяч. Популярная машина. Уже в обвесах, на красивом литье. Следующий у нас идет, это Toyota Noh. И вот Toyota Noh. Это тоже, еще, я помню, лет 10 назад. Такой был он кругленький. Вот у меня у друга ездил на нем отец. Возил кого-то там по работе. Так что, вот такой Toyota Noh стоит 1 миллион 220 тысяч рублей. Это 2015 год. 2 литра объем, 4 ВД. Машина очень смотрится красиво, гармонично. И цена, в принципе, стандартная. Итак, друзья, куда же без Honda Stepwagon и Toyota Voxy? В рейтинге микроавтобусов. Сегодня они тоже у нас участвуют. Смотрите, 2 автомобиля. И тоже оба пользуются большой популярностью у жителей Дальнего Востока. На дорогах, вот особенно Honda, часто встречается. Машины на любителя. Дизайн разный. Кому-то больше Honda. Кому-то нравится Voxy. Как говорится, кому что. Ну, вот Voxy конкретно гибридная. Это уже обычный бензиновый ДВС. 150 лошадиных сил. 1,5. Турбо. Цена 1 миллион 85 тысяч. 150 лошадиных сил. 4 ВД. Извиняюсь сразу за ветер. На улице сейчас ветрено. Стоянка это уже выше. Я по разным стоянкам хожу, чтобы снять объективное видео по ценам. И Voxy стоит 1 миллион 145 тысяч. Это 1,8. Гибрид. 2015 год. Оценка 4 балла. И та, эта машина полноразмерная. Большая. Очень удобная. Остается только вам говорить. Что же взять? Ну, я бы, если честно, взял Voxy гибридный. Ну, либо степ-вагон. Ну, хотя степ-вагон тоже красивая машина. Ну, и Mitsubishi Delica я не мог обойти стороной. Машина легендарная. Еще стоит круглая. Delica Buhanka. Delica Bullka. Кто как ее называет. Это продолжение. Кстати, есть даже Delica Keycar. Delica D2, по-моему, называется. Такая малышка. Ну, вот данная Delica стоит 1 миллион 295 тысяч рублей с торгом. Delica D5, 2011 год. Пробег 144 километра. Привод 4х4 ВД. Автомат. Так что, друзья, даже вот такие вот есть авто на авторынке. Кстати, машина в хорошей комплектации, я так понимаю. Потому что у нее даже, видите, есть спереди камера. То есть, чтобы все было видно, чтобы никто и ничто не ушло из его поля зрения. В рейтинге популярных микроавтобусов я думал долго включать, либо не включать Keycar. Все-таки Keycar это не полноценный большой микроавтобус. Но потом понял, а почему бы не включить. Вот такой вот Honda N-Box в таком небесно-голубом свете. Климат-контроль. 15-го года выпуска. 2015-го. Кнопка старт-стоп. Камера DVD 360 тысяч рублей. В принципе, хорошая цена. Также Daihatsu Hi-Jet. Рабочая лошадка. Машина себя зарекомендовала очень хорошо. Стоимость от 280 в среднем до 350 тысяч и выше. В зависимости от комплектации. Тоже данный автомобиль имеет почет, уважение. Чисто, так сказать, по работе вообще отличный вариант. Daihatsu Move. Тоже Keycar. Тоже микроавтобус. 345 тысяч рублей. 2016-го года. Датчик. TRK. DVD. Очень хорошая комплектация. Кстати, у Keycar всегда в основном идут классные, хорошие комплектации. Вот такой вот Vake 2015-й год. 395 тысяч рублей. Сразу-то я не скажу, что это Keycar. Но все-таки это Keycar. Очень высокий, большой автомобиль. Тоже всем могу посоветовать его посмотреть. Что, пойдем дальше. Вот такой вот, друзья, Honda Hobbyo. Тоже микроавтобус. Опять же Keycar. Мы с вами плавно переместились от дорогих. Бюджетным вариантом. И цена 299 тысяч. 2015-й год. Автомат SuperSalon. Машина хорошая. Тоже вместительная. И недорогая. Из машин для работы. Также микроавтобусы. Отличный вариант. Это Mazda Bongo. 700 тысяч рублей. 4 ВД. На коробке. То есть коробка. Многие любят. Маленький расход бензина. Чувствуешь себя таким, можно сказать, шумахером. Сам все следишь за КПП. Поэтому, друзья мои, кто хочет, тоже на авторынке есть и такие варианты. Так сказать, для любителей надежности. Так как коробка это еще пока что символ долговечности. Многие боятся вариаторов и роботов. Также сейчас вывел необычный автомобиль. Это Mazda Bongo. Только грузовичок на коробке. 4 ВД. 13-й год. Рамный автомобиль. Уже один из последних Магикан. Скоро государство уже такие пошлины вводит. Что такие машины, к сожалению, приобрести не получится. Так что, кто хочет купить для себя, для работы. Вот последние надежные варианты. Отличный пробег. Хороший. Телефон. Можете звонить, уточнять. Но это в следующих видео. Mitsubishi Eco Wagon. 4 балла. 2015 год. Аукцион. Цена 350 тысяч. Тоже можно его сюда примостить. Пойдемте все-таки дойдем. Вон там у меня сейчас села батарейка. Надеюсь, сейчас она не сядет. Спустимся и посмотрим все-таки еще Nissan NV200. Какие сейчас на него цены. Сколько стоит. Итак, друзья, наконец-то мы дошли, к чему я хотел прийти в самом начале. Nissan NV200. Хороший автомобиль. Сейчас мы поднимемся наверх, вон туда. И зайдем в салон, посмотрим, что из себя этот автомобиль представляет. Но машина тоже очень хорошая. Пользуется спросом. Баушные 450-500. С Японии беспровежные. 600 плюс-минус и выше. 600-650 можно взять уже хороший автомобиль. То есть они бывают грузовые, бывают грузопассажирские. Машина на самом деле за такие деньги, за такой свежий год, это просто находка. Грубо говоря, за 600 тысяч. 2013-2014 год, это просто супер. У него уже большие двери. Это полноразмерная большая машина. Но опять же, относительно, вот видите, вот такой вот сзади у нее вид. Большая дверь, все откидывается. Зеркало, то есть тачка классная, конечно. Стоит такой автомобиль обязательно взять. Если вы рассматриваете какой-то грузовой микроавтобус. Либо Мазда, как мы сверху сейчас смотрели. Тоже популярная машина. На авторынке скоро начинается весна. Уже теплеет, снег тает. На улице 0 градусов. Все намывают свои автомобили. Готовятся к продаже. Так что, друзья, кто хочет, всех всегда все рады видеть на авторынке Владивостока. Ну и просто гости столицы Дальнего Востока. Вот сейчас столица Дальнего Востока. Приезжайте, посмотрите на это известное место. Потому что, вот еще, кстати, Данисон Сирена. Потому что Владивостокский авторынок, Зеленый Угол, это место, которое знают во всем мире. Все СНГ. Это вам не какой-то там непонятный авторынок. Это самое известное место, которое существует из таких вот российских авторынков. Если вы в любой части мира скажете Зеленый Угол, то все вас сразу поймут. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. До встречи в Японии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok